Ребятки, всем здорова! Очередная посылочка из Китая, который приехал ко мне почтой из Швеции за меньше 3 недели. В общем, здесь часы, которые довольно-таки хорошо, не то что хорошо, они просто отлично продаются на сайте Алиэкспресс. Ну и естественно, это подходит под тематику моего канала, поэтому я их заказал. Часы недорогие, 15 долларов чем-то они там стоили, ссылочка на часы в описании. Можете зайти посмотреть, сколько они стоят на данный момент. Давайте будем открывать, смотреть. Видео будет состоять из двух частей. Первый час я его распакую, быстренько посмотрим на эти часы. Потом я возьму их, потестирую, какое-то время ими попользуюсь. Ну, попользуюсь, не значит, что я буду их там ходить и юзать, потому что мне их потом куда-то девать надо. А я, как правило, товары продаю по себе стоимости, даже в группе, поэтому обращайтесь, кому надо. Договоримся о цене. То есть я никакого навара с этого не беру. Просто взял, показал товар и продал, потому что мне нужно заказать что-то другое. Бюджет, извините, не резиновый. Бесплатно мне никто ничего не дает. По крайней мере сейчас. Вот, достали нашу коробочку. Выглядят часы вот так, какие-то ноунеймные. Они, по-моему, такие есть, ноунейм часы. У меня были уже умные часы. По-моему, две пары. Одни мне присылали в магазин Banggood. Часы, вернее, я их там заказывал. Вот. Или мне присылали. По-моему, они мне присылали просто так, на обзор. Вот. Но там были часы Blitzwolf, которые делает сам магазин. Это их троговая марка, собственно. Ладно. Не туда мы что-то пошли. Здесь у нас идет пленочка. Вот она, пленочка на экран. Защитная. Здесь идет шнурок обычный, micro USB. Очень коротенький, такой, не длинный. И здесь идет кратенькая инструкция. Инструкцию я читать даже не буду. У меня такие часы уже были. Я уже знаю, что они из себя, в принципе, представляют. Но, опять же, я их возьму, потестирую. И тогда уже расскажу, покажу, что они могут. И как они работают. Пока смотрим на сами часы. Смотрим. Так, ребята. Здесь у нас уже лежит наклеена такая вот пленочка, которую мы снимаем, естественно. Вот так выглядят наши часы. Довольно-таки толстые, довольно-таки массивные. Это то, что мне в таких часах не нравится с первого взгляда. Вот. То, что они такие толстые, даже на руку вот здесь напялись. Смотрите. Ну, вот так он выглядит. Кнопочка. Еще одна кнопочка. Или это не кнопочка? Нет, это не кнопочка. Это у нас идет слот для шнура под зарядку. Причем, это металл. Кнопка тоже металл. И эта заглушка тоже металлическая. Сим-карта здесь должна вставляться, по идее. Откроем заднюю крышечку, посмотрим. Здесь у нас находится аккумулятор. Достаем аккумулятор. Ну, вот так вот выглядит наш аккумулятор. Верх ногами. Аккумулятор на 380 мАч. Сейчас вот такая вот штука. И здесь у нас даже карту памяти можно вставить. И одна сим-карта. Вставляем обратно. Потом я это все проверю. И вам уже расскажу, работает, не работает. Как это все дело работает. Аккумулятор, конечно, вставляется, помню, как и в предыдущих часах, которые у меня были. Ну, как-то они... Ну, сделаны так, по-колхозному, скажем, да. Вот прямо. Как-то они вот его запихали, в общем, как-то вставили. Да и ладно, думаю, пойдет и так. Вот. А вот я его не могу назад запихать, потому что он... Как-то здесь аккумулятор этот расположен. Ну, вообще никак. Во-первых, он мягкий какой-то. Вот я его здесь беру, оно все прогибается, все мягко. Так, подождите, я немножко сейчас вставлю его. Так, ребят, ну, с горем пополам я вставил этот аккумулятор. Поэтому давайте, наверное, будем пробовать... Здесь вот динамик, я вижу, торчит. Как они тут закрываются-то хоть так или не так? Не, наверное, не так. О, вроде вот так. Закрыли и попробуем их запустить. Часики. Фокус потерялся куда-то у нас. Ну, ничего сказать, что батарейка села. Села батарейка. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что села батарейка. Ребята, давайте, наверное, тогда сделаем так. Так, эту часть видео мы закончим. Вот смотрите, как здесь ремешок, кстати, застегуется. Вы вставляете сюда и подбираете себе под размер. Вот так вот. С первой части видео тогда мы закончим. Я тогда поставлю их на зарядку и заодно потестирую. И, конечно, если они рабочие, то продолжим. Продолжим во второй части видео. Я уже расскажу конкретно про эти часы. Ну, а пока по внешнему виду можем посмотреть. Ремешок здесь прорезиновый, такой силиконовый, красивенький. Толстый корпус, как я сказал. Это металл. Задняя крышка пластиковая. Одна сим-карта. Одна карта памяти, естественно. С правой стороны у нас только заглушка металлическая для зарядки. И сама кнопочка. Кнопочка, которая не работает. Она, кстати, крутится еще. Заведем часы. Может, они механические у нас. Ну, собственно, вот, ребята. Давайте, наверное, пойду поставлю их. И во второй части видео продолжим. Либо мы продолжим обзор, либо если они не работают, то я включусь и скажу, блин, ребята, не работает. Все, поехали дальше. Так, ребята, ну что, снял зарядки, проверил потом, и все у него было отлично. Села батарейка, поэтому часы рабочие. Давайте я вкратце, наверное, расскажу о них, потому что часы, в принципе, ну, они недорогие, 15 долларов 20 центов, но функций здесь не так уж много. Поэтому быстренько пробиваюсь по ними и расскажу, что да как. Потестировал я буквально дня 3-4, наверное. Да, дня 4 дня уже, по-моему, прошло. Вот, поэтому смотрим. Значит, циферблат выглядит следующим образом. Их здесь 3, 1, 2, 3. Вот, 3 циферблата. Далее попадаем в меню. Здесь у нас, кстати, карточка, как я уже говорил, вставляется. И вставляется карта расширения памяти. Я вставил и то, и другое. Вот карточка, видите, есть сеть. Live у меня стоит. То есть, можете совершать звонки. Это немножко, конечно, неудобно. Мягко говоря, немножко неудобно. Тем более, говорить через часы, как Джеймс Бонд, на динамик тоже как-то не очень. Вот, ну и, соответственно, здесь у нас книжечка. Сейчас у меня синхронизировано с телефоном, поэтому вся книжка берется, кстати, можно выбирать. Вот. Сверху у нас идет выбор. То есть, либо карта, либо с синхронизацией по телефону брать контакты. Вот. Ну и, собственно, меню. Меню у нас вот такие вот 3 штучки. Есть шагомер. Шагомер проверял. Работает. Не знаю, насколько точно. Не буду утверждать, потому что, ну, в принципе, я проверил. Вроде как работает. Камера. Можно управлять камерой удаленно. Камерой телефона. То есть, включаете, и на телефоне срабатывает камера, и вы уже там, направляя телефон, фоткаете. Ну, не знаю. Такая себе функция. Мониторинг сна. Есть. Так, здесь больше ничего интересного нет. Поиск телефона. Нажимаете. Начинает тарабанить и телефон, и часы. То есть, телефон нашли. То же самое можно сделать с телефона через приложение. Нажимаете поиск, и будет тарабанить уже часы. В общем, сможете их найти. Вот. Различные настройки Bluetooth. То есть, сам Bluetooth, включение-выключение. Музыка по Bluetooth. И синхронизированные устройства здесь показываются. Потом, вот QR-код. Я его сосканировал. Установил приложение. Выглядит оно следующим образом. Сейчас я вам покажу. Вот. Называется Blue Beta Notifier. Вот такое приложение. Если его запустить. Сейчас я заодно запущу. Сразу вам покажу. Вот. Здесь у нас поиск приложения. Это я сказал. Сказал. Мессенджер. То есть, отправлять какие-то сообщения. Вот. Музыка. Если на карточке есть, то можете слушать. Работает. Проверял. Но просто я потом перестал карточку. И здесь у меня ничего нет. Ничего нету, кроме камеры. Вот вам. Фотография моего носа. Поэтому. Смотрите. Ну, камера, как я говорил. Да. Ну, вы понимаете. Здесь камера просто ужасная. Вот. Сейчас повернусь к приложению. В общем. Здесь закончим уже. Ну, и Facebook, Twitter. Очень неудобно. Оно работает, но оно очень неудобно. Также есть еще диктофон здесь. Вот. Есть диктофон. Также работает. Также записывает звук. Кстати. Ну, такой себе. Не очень. Ну, все. Вот, собственно, по настройкам это все. Дальше. По приложению. Выглядит оно, в общем, следующим образом. Так. Заблокировался. Вот. Приложение выглядит следующим образом. Нажимаете, вот как я говорил, найти часы. Вот. Вам часы начинают тарабанить. Нашли часы, забрали. Работайте. Дальше. Здесь у нас настройки. Bluetooth Notifer. Не нравится мне то, что когда нажимаете вот этот Bluetooth Notifer, он перехватывает ваши сообщения и перехватывает звонки. И когда вам звонят на телефон, часы перехватывают эти звонки. И разговаривать вы можете только на часах. То есть на телефоне, даже если динамик у него отключается, все устройство, вся связь идет через часы. Но не очень удобно на самом деле. Я когда ходил, тестировал, мне звонили несколько раз. Блин, и как идиот, конечно, с этими часами ходишь. Поэтому смотрите сами, ребята. Так. Рекомендуемые бутики. Какая-то ерунда, в общем. Здесь настройки Bluetooth. И здесь у нас версия о программе. И кратенькие настройки. То есть вот можно подключать, что перехватывать, что не перехватывать. Вот вызовы, сообщения и уведомления. Общие маленькие здесь настроечки. В общем, простое приложение. Но вся фишка в том, что оно работает. Оно работает. Дальше. По поводу самих часов. Там батарейка под ними стоит. Но она такая, какая-то она стрёмная, конечно. Ну, блин. Какая цена, в принципе, такое качество. Хотя ничего плохого, в принципе, пока сказать не могу про эти часы. По времени работы. Скажем так. При синхронизации. То есть как сейчас у меня с телефоном. Я тестировал их два дня. То есть два дня они работают. Ну, не то, что я там целых два дня ходил и постоянно что-то делал. То есть они были синхронизированы. Два дня они держат. Если отлучить синхронизацию, я думаю, ну, по идее, должно быть увеличится вдвое. Я думаю, вот так. Поэтому вот так вот, ребята, по этим часам. Ну, в целом, подводя итог, могу сказать, что сделано, конечно. Ну, ремешок прикольный сделан. Корпус. Такая себе штука. Что еще? Если был еще какой-нибудь датчик, где вы там, например, так раз повернули и засветились часы, чтобы вы могли посмотреть. Потому что я ходил по городу. Пока вот эту кнопочку не нажмете, вы не сможете увидеть время. Это неудобно, потому что, когда у меня в одной руке, там, скажем, какая-то сумка или пакет, я не могу посмотреть время. Нужно останавливаться. Нужно нажимать эту кнопочку и смотреть. Также мне не очень нравятся вот эти циферблаты. Какие-то вообще не очень. Ну, если бы сделали, ладно, один вот такие, типа, как аналоговые часы, сделали второй циферблат, как какие-то цифровые часы. Ну, по-простецки. В общем, часы за свои деньги. То есть, 15 долларов, 20 центов я их покупал. В принципе, своих денег стоят. Денег они своих стоят. Ну, прикольно, может, в подарок кому-то, я не знаю. Вот такая вот штуковина. Ребята, спасибо вам за внимание. Кому понравилось видео, конечно, вы знаете, что делать. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал и не забываем про группу ВКонтакте и Фейсбук. Пока!